Здравствуйте, дорогие наши телезрители! В эфире Тайна русского слова. А сегодняшний наш разговор будет неким продолжением вот той самой темы, которая у нас обнаружилась в последних наших беседах, но в начале, в начале по традиции, конечно, стихотворения, и на сей раз это будет отец Андрея Логвинов-Протеи, который так полюбился нашим телезрителям. Она совсем коротенькая, всего четыре строчки. «Все земное зарастает ложью, как на куполах чернеет медь. Важно только царство, царство Божье. Остального можно не иметь». Вот такая миниатюра. А мы будем говорить на очень интересную тему сегодня, ибо она у нас будет построена в виде некого детектива такого, да, детективной, захватывающей истории. Речь пойдет... Если бы, вот, скажем, нам предложили бы как-то назвать эту передачу условно, эту нашу беседу, наверное, было бы правильно озаглавить историю одного слова, да. Дело в том, что, как сказал мудрец, для того, чтобы узнать вкус океана, не надо обязательно его выпить, да. Достаточно взять пригоршню воды и пригубить. Также для того, чтобы понять те процессы, которые происходят сегодня с нашим языком, внутри нашего языка, судьбу нашего языка, сегодняшнего бытования. Может быть, мы сделаем так. Мы возьмем одно слово и проследим, что же происходит через злоключение этого слова, попытаемся понять, что же происходит сегодня в нашем языке. Я просто поведаю вам об этом слове, а выводы, я надеюсь, сделайте вы сами. Итак, слово это, вот вы совершенно не ожидаете, уверен, что оно станет для вас и, в самом деле, сюрпризом. Слово это бутерброд. А теперь я предвижу ваш вопрос, который у вас на Визняка возник буквально с первых же фраз ведущего. Почему именно бутерброд? Поясню, поясню. Дело в том, что слово бутерброд, а впрочем, давайте начнем эту удивительную историю. И вместе ее пройдем. Итак, слово немецкое. Да, оно немецкое, оно состоит из двух корней, из двух слов. Это сложное слово. Бутер – это масло по-немецки, а бут – это хлеб. Брет по-английски, брут – германские языки очень близки. У них единый общий корень, общая основа – это единый исток. Так вот, то есть хлеб с маслом. Хлеб с маслом, да. Я, к слову, уже пришлось, говорил вам как-то, что много лет, счастливых лет своей жизни я работал с иностранными учащимися, которые в большом количестве приезжали в нашу страну, где обучались различным специальностям. И среди них были в том числе и немцы. Это были немцы из тогдашней, сейчас этой страны нет на карте мира. А когда-то она была, она возникла сразу после Второй мировой войны. Называлась Германская демократическая республика, сокращенно ГДР. И в университете, где я трудился, их было очень много. И даже в свое время за какое-то участие в подготовке специалистов для Германской демократической республики, тоже вашего покорного слугу в посольстве, вот здесь на проспекте Вернадского, тоже наградили чем-то. Ну, отметили, было, не скрою, было это очень приятно. Я почему говорю о том, что не чужды мне ни люди эти, ни проблемы их. Так вот, слово, почему я о них вспомню, я сейчас скажу. Дело в том, что мне признавались мои дорогие немецкие студенты, что порой, когда они заходили, скажем, в деканат, попадали там во время обедного перерыва или бывали в наших семьях, где говорят по-русски, и когда слышали вопрос, который звучал так. Ты будешь бутерброд? Да, отвечают. А с чем тебе сделать бутерброд? Вот. Они, конечно, мы невольно улыбались, потому что для немецкого... Давайте перейдем на русский язык это, чтобы понять, почему это на самом деле есть повод улыбнуться. То есть, если перевести до слова на русский, там, с чем ты будешь хлеб с маслом, да, полная несуразица. Ну, они понимали, что да, давным-давно бутерброд перестал быть просто хлебом с маслом и, да, хлеб с чем-то. Вот. Такая вот интересная еда. А ведь когда-то на Руси такой еды не было. Да. И опять же, как нам не понадобились специальные филологические знания для того, чтобы понять, откуда пришло это слово, что оно означает, наверное, нам с вами, дорогие телезрители, сейчас не понадобятся какие-то специальные знания по истории, чтобы установить хотя бы приблизительно. А когда это слово попало в Россию? Тех, кто даже, ну, неплохо, скажем так, знакомы с историей нашего государства, знают, что поток вот иностранных специалистов, если говорить современным нашим языком, в Россию, этот поток особенно обозначился в период царствования царя Петра Первого или Петра Великого, как его еще называют. На самом деле это не совсем так, потому что иностранные специалисты, если вот сверяться строго с русской историей, на самом деле иностранные специалисты и в немалом количестве приезжали в Россию еще при его отце, Алексея Михайловича Тишайшем. Но вот в период царствования его сына этот поток стал действительно очень большим. Петр поставил такую огромную задачу перед страной, вы знаете, развивать большими темпами промышленность, судостроение, технику. И понадобилось, конечно, большое количество иностранных специалистов. Вот. И да, и очень много среди них было немцев. И надо полагать, что вот они с собой и привнесли, и привнесли вот этот, вот этот самый бутерброд. Потому что действительно какая-то, наверное, удобная форма, особенно еды, если ты отправляешься куда-то там на работу или на прогулку, взял с собой и можешь перекусить тем, что приготовлено дома. Вот такой бутерброд. Почему я о нем вспомнил? Дело в том, что вот мы обозначили, мы же знаем период царствования, да, Петра Первого. Некоторое время тому назад, когда я работал над второй книгой, которую намереваюсь вашими святыми молитвами завершить, ночью я просматривал один фильм, советский, как принято сейчас говорить, из времен моего детства и юности. Замечательный, кстати, фильм, потому что вообще всегда считаю его одним из лучших фильмов о школе. Вообще считаю, что наряду с таким фильмом, как «Доживем до понедельника», скажем, этот фильм, по сути, наглядное пособие. Это фильм «Республика Шкит», в чем в моей жизни, как и у большинства наверняка моих святников, это вначале была книга совершенно замечательная, а потом уже появился фильм Геннадия Палоки. Так вот, я смотрел этот фильм, потому что время уже было под утро, уже понятно, что спать уже невозможно после общения ночного с компьютерами. Глаза болели, и мне было интересно, я глянул, в программе под утро начнет фильм. Я включил его вот просто с любого момента, интересно посмотреть. И вы знаете, удивительно, как Господь управляет. Я попал как раз на то место в этом фильме, где учительница приглашает ученика поучаствовать в уроке. А ученик – это очень необычно, потому что это беспризорник, которого накануне подобрали, привели в эту республику Шкит, удивительно, школу имени Достоевского. Его помыли, почистили, одели, причесали и посадили в класс. И вот первый урок такого немецкого языка пришла немка. Причем сегодня у нас в школе немка, это может быть и Марья Ивановна, да, понятно. А в те времена, да, вот удивительная вещь, часто немецкий язык преподавали немцы, которые жили давно, обрусевшие так называемые немцы. Вот, и дед мне часто об этом рассказывал, который учился в гимназии. И вот, естественно, я понимаю, как педагог, человек видит нового ученика. Первое, что интересует педагога, которым видит нового ученика, совершенно правильно, вы правы. Ему надо понять уровень знаний этим учеником, своего предмета, чтобы знать, как с ним дальше общаться. И вот она задает этому герою, вы вспомнили, как его зовут? Я нарочито его не называл, знаю, что вы раньше меня должны вспомнить, у вас памятная река получит. Да, да, я даже не помню, как его зовут сейчас, честно говоря, я только помню прозвище, с которым он попал в этот дом, и как его долго там называли как раз этим прозвищем. Мамочка, совершенно верно, он еще, помните, потерял один глаз и пел такую жалостливую песню, да, про кошку. Так вот, немочка заходит, учительница немецкого языка, в класс и задает вопрос мамочке. Вы помните этот вопрос, проверьте свою память. Да, она говорит, скажите, естественно, на вы. Старая школа, она говорила, спрашивает его, скажите, пожалуйста, вы говорите по-немецки? На что мамочка, ничтоже сумняшися, как это, мамочка не знает немецкий язык, он говорит, конечно, да, удивительный такой персонаж. И тогда она ему задает второй, совершенно закономерный вопрос, который наверняка и вы бы задали, если были бы на ее месте. Она спрашивает его, говорит, а скажите что-нибудь по-немецки? Да, я вот тут вот прошу вас, мне так нужно ваше соучастие, вот сейчас, как никогда, напрягите свою память. Это же замечательный ответ, который дает ей мамочка, потому что этот ответ, он и послужит вот таким золотым ключиком, который вот откроет нам вот эту таинственную дверцу, вот к тайне этого слова, к его злоколучениям, его вообще, к судьбе в русском языке этого слова, бутерброд. Вот, вы помните, что он сказал? Да, он такой наглец, да, а как еще по-иному назвать его поведение? Он в ответ читает ей две, ну, как бы, стихотворные строчки, да, отрывок из какого-то стихотворения, мы его не знаем, но две строчки сохранились благодаря вот этому персонажу мамочки. Он немки говорит, вспомнили, да? Совершенно верно, он ей говорит по-немецки, цацки, пицки, а по-русски бутерброд. Вот это да. Господа хорошие, я его не зря назвал наглецом, потому что, во-первых, надо понять, кому он это говорит. Он немки говорит. Почему, слышишь, что он говорит? Тот самый бутерброд, который даже люди, не владеющие немецким языком, знают, что это хлеб с маслом, он сейчас вот этой немки, да не просто немки, да учительницы немецкого языка, высокообразованного человеку, он ей сейчас говорит, что по-немецки это цацки, пицки, а вот если сказать по-русски, то это называется бутерброд. Вы знаете, я готов был зааплодировать ладоши, потому что я услышал, так бывает, сколько раз я видел этот фильм, Господи, с молодых ногтей, что называть. И впервые уже зрелым человеком я, наконец, расслышал то, что мне нужно было так услышать. Да? А теперь давайте отмерим тот самый отрезок истории, который прошел с того момента, как царь Петр пригласил в страну большое количество немецких специалистов, и до того времени, начиная республика Шкид, понятно, что это происходит сразу после революции действия, да? Сколько прошло без малого, да? Сколько столетий? Да, почти три столетия. И это слово, есть такое понятие неологизм, это когда в языке есть какое-то слово, заимствованное из другого языка, и оно долгое время, мы его произносим, но мы чувствуем, что это слово не нашего языка, да? А потом оно становится как бы фактом этого языка, и вот этот налет с него уходит, да? Вы представляете, прошло какое-то время, ни день, ни два, ни один век, и даже не два века, а больше, и это слово, оно стало русским. Представляете? Бутерброд стал русским, абсолютно русским, так бывает, конечно. И даже это беспризорник, мамочка, он учительницы немецкого языка, говорят о том, что это по-немецкому, а по-русски это называется бутерброд вообще. Совершенно замечательно. Давайте вспомним в одной из первых передач Смелякова стихотворение «Удивительное», да? «Русский язык», помните, который он так долго писал, почти три десятилетия. Там есть вот «Вы, прадеды наши в недоле, мукою запудривший лик, намерницы русской смололи заезжий татарский язык». Да, какое сравнение? А дальше же идет о немецком. Давайте вспомним эти строчки. «Вы, прадеды, вы взяли немецкого малость». Да, в русском языке они так много, как татарских, скажем, слов. «Вы взяли немецкого малость, хотя бы и больше могли, чтобы им не одним доставалась ученая важность земли». Да, и вот в числе вот этой немецкой малости, немецкой малости, которая когда-то, Божья милость, попала в русский язык, кстати, обогатив его, было и вот это слово «бутерброд». И вот прошло какое-то время. Вы знаете, что случилось с «бутербродом»? Да, с ним случилось то же, что и с вашим покорной слугой. Есть такой русский глагол. «Бутерброд обрусел». Да, он стал русским. И поэтому отныне даже мальчишка, вот, беспризорный, тоже знает, что это русское слово. Прошло еще несколько десятилетий, да, и в нашей стране жил и творил удивительный поэт. Его любят и дети, и взрослые, но дети особенно. И есть за что. Это классик. Это классик нашей литературы. А еще часто говорят, что это классик детской литературы. Хотя у нее есть прекрасные переводы и Шекспира, и Бернса. Это Самуил Яковлевич Маршак. И вот окончательную прописку в русском языке, если говорить вот языком таким милицейским, да, или, как сегодня говорят, постоянную регистрацию, этот «Бутерброд» получил благодаря стихотворению Самуилу Яковлевичу Маршака. Я люблю его с детства, но сейчас целиком читать не буду, формат передачи не позволяет, а жаль. Но вот две строчки я скажу. И прошу вас вот вместе со мной, уверен, что вы тоже его знаете и любите. Давайте повторим эти маршаковские строчки, да. «Никто не скажет ведь, что я тиран и сумасброд, за то, что к завтраку люблю хороший бутерброд». Все! Все! Оно вошло в поэзию, оно наше слово. Оно наше, оно русское. Русский язык обогатился этим словом. И вы знаете, оно имело полное право стать русским словом. Почему? А по той простой причине, что до его прихода, до приезда вот такого массового притока немцев в богоспасаемую Русь, такой формы еды не было. Да. Студни, разные там борщи, пироги, растягая. Господи, это обильная, богатая русская кухня. Все это было. А вот бутерброда, господа, надо быть честным, не было. Он пришел, он ничьего места, между прочим, не занимал. Он пришел со своим личным таким местом, со своей табуреточкой, как вот иногда в храм бабушки приходят. Он пришел и занял свое, свое совершенно по-достому. Причем пришел очень деликатно. Он никого не расталкивает. Он ничего, он никого с его места насиженного не сгонял. Он пришел и с годами, со столетиями постепенно занял свое достойное место. А теперь я предвижу ваш вопрос, он немой, наверняка у вас возник. А почему я вам все это рассказываю? А вот сейчас я расскажу о боли. Если вы сегодня в больших наших городах, а может и в малых, зайдете в кафе или, не знаю, там сейчас кафетериев нет, там бар, откройте меню, да, в этих заведениях общепита, общественного питания, вы почти этого слова наверняка и не встретите. Да, мои хорошие. Если вы какого-нибудь ребенка в большом городе спросите сегодня, современного, мальчишку или девчонку, бутерброд, вы знаете, очень может быть, что вас не поймут. Бутерброд, да, слово бутерброд, оно уж уходит, оно нам бы его оставить, но оно уходит из нашего языка. А вы знаете почему? А потому что появился такой нагловатый пришелец, который выпихивает это наше слово, которое, я продолжаю, три столетия прошло, пока оно стало нашим фактом русского языка. В поэзию вошло, в детскую поэзию. И вы знаете это слово, которое пришло на смену бутерброду. Да, это американизм такой, сэндвич, да, сэндвич. Вы знаете, что интересно? Если бы сэндвич, это было что-то иное, не знаю, тогда, да, когда-то пришел бутерброд, да, пришла такая новизна со своим именем. А что такое сэндвич? Просветите, пожалуйста. Так это то же самое. Это то же самое. Только сказанное так, как сегодня говорят за океаном, как принято это говорить в Америке. А чем наш бутерброд-то не угодил, господа хорошие? И если ведь от него появились производные, не просто прошли эти столетия для бутерброда и для русского языка. Очень люблю, причем сохранилось, удивительно, на улице Никольской, а в моем детстве, в моей юности старые москвичи помнят, или те, кто приезжали в Москву в те годы, принято называть советские. Это улица 25 октября, которая начинается от Лубянки и заканчивается у Кремлевских стен, да, у Никольских ворот. Там вот, если идешь от Лубянки, по правую руку, не доходя до ГУМа, бутербродная, она сохранилась. И в каждом городе были такие бутербродные. Конечно, конечно. А можете себе представить, Господи, это что теперь у нас будет? Ценвичные? Фу, язык сломаешь. Просто они сами так говорят. Нет, нет. А еще у нас есть что? Да, есть бутербродное масло, да, и так далее, и так далее. Это слово наше. Чем оно не угодило, господа хорошие? А знаете, чем оно не угодило? А потому что, видимо, не нравится многим его уже не первое столетие русское звучание. И обязательно надо вот то же самое, но по-американски сказать. Я сейчас скажу жестко, я скажу жестко, а по-иному не могу. Потому что уже как-то в нашей передаче я об этом говорю. Ну что ж, не лишнее будет повторить. Это халуйство, господа хорошие, это халуйство. Причем это постыдная форма халуйства, ибо это халуйство из духовного рода халуйства. Чем наши слова не угодили? Я еще расскажу одну историю. Это была сейчас моя младшая дочь, там ей 17-й год, а тогда это было лет 10 назад. И она просит своего отца, она обращается ко мне с просьбой. Она мне говорит, папа, купи мне, пожалуйста, скутер. Что, спрашиваю я? Представляете, я и моя дочь. Мы говорим на одном языке всегда, на русском. Возникает ситуация, когда я не понимаю свою дочь. Купи, говорит, мне скутер. Я говорю, что? Она говорит, ну как у Галки. Галка – это девочка на 12-м этаже нашего дома, моя крестница. А я видел, что Галя купил ее отец. Я говорю, а, так это самокат. И тут моя Влада мне говорит, что? Вы видели эту картину, да? Совершенно замечательная. Значит, отец беседует с дочерью, она говорит, я не понимаю. Теперь я ей говорю, как это по-русски. И она меня не понимает. Нет, в русской литературе, мы, кажется, говорили, уже есть такое замечательное произведение, да? Принадлежащий Перу. Иван Сергеевич Тургенева. Отцы и дети. Да, простите, но там все-таки речь об ином. Да, там есть непонимание, которое возникло между двумя поколениями. Да, там Базаров Евгений приезжает к другу, и дядя, значит, его друга, кажется им очень вычурным его речь. Хотя, вот, положа руку на сердце, скажу вам, мне очень нравится речь этого дяди. Потому что там есть такие замечательные обороты, как «соблаговолите, честями». А Базаров нигилист, ему это все кажется смехотворным, да? Потому что уже, понимаете, нигилизм страшный, уже тогда зарождается. Тургенев гениальный художник, он показывает вот эту тенденцию нигилизма. Еще какое-то отрицание, отрицание. То есть уже тогда, о чем говорит Базаров? Умный человек, конечно, умный, так это и опасно. Он говорит о том, что, помните, да, природа не храм, а мастерская, человек в ней работник. И слово, уже он посягает на слово. Слово, зачем, говорит, соблаговолите, зачем, значит, так, все эти обороты. Слово-функция, сигнал. Вот уже, когда все началось. Все, все исходит из России. Все говорил и буду говорить. Все великие идеи и невеликие идеи. В любом случае, вот Россия, как продолжала, она, как всегда, исторически животворила, она сейчас животворит все мировое искусство и всю мировую литературу. Да, отцы и дети, да, непонимание возникает. Но дело в том, что непонимание-то между ними возникало на духовно-нравственной почве. Вот поле, где идет это непонимание. Сталкивается мировоззрение. Но язык-то друг друга, они понимали. А сегодня у нас издаются словари, и это не в шутку, они издаются. И некоторые журналы, ваш покорный слуга читал, газеты, журналы, печатают порой список слов, которыми пользуется молодежь, и их перевод для их родителей, чтобы родители понимали своих детей. Да. Вы же встречали наверняка так. Такого-то в истории России никогда не было. Никогда не было. Оказалось, что скутер и самокат – это одно. Чем наш самокат-то не угодил? Это ведь то же самое. То же самое. Все. Самокат укатывается на глазах, уходит бутерброд. Нет. Если бы пришло что-то принципиальное новое, тогда ради Бога. Ради Бога. А эти-то слова чем не угодили? Повторяю, это очень опасная болезнь, это халуйство такое, духовное халуйство. Упаси нас, Господи. Поэтому я призываю вас, дорогие наши зрители, трепетно относиться к каждому слову. Потому что взял одно слово бутерброда, казалось бы, что в нем. А за ним вот такой целый пласт, очень интересный пласт замечательной русской истории. Лишних слов в языке не бывает. Наша эта беседа, посвященная слову бутерброд, подходит к концу. И, как и было обещано, мы увенчаем ее другим небольшим, но тоже замечательным сикотворением протоиерея Андрея Логвинова. Два крыла. Есть два крыла, ведущие ко счастью, которые прочнее любых дворцов. Те крылья покаяния и причастия равны для мудрецов и простецов. Кругом рвут глотки за свободы равенства, другие к золотому льнут тельцу. Но если жизнь дарована, как таинство, восходим через таинство к Творцу. За все, за все настигнет воздаяние, уйдет в песок земных блаженств река. Но с кем причастие и покаяние Господня сохранит рука. Милости Божией я желаю всем вам, дорогие телезрители нашего канала, и сохранения под дланью, под десницей спасающего Господа нашего Иисуса Христа. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok